всем привет нам задают много вопросов с каким снаряжением мы ходим в походы и сегодня я хочу рассказать про навигационное снаряжение про то при помощи чего мы в походах ориентируемся в первую очередь нужны три предмета самые важные это конечно же голова это карта и компас при помощи этих трех предметов ходили столетиями наши предки и собственно и сейчас продолжать многие туристы также ходить прогресс не стоит на месте и уже лет 20 назад стали применяться новые электронные устройства называемые gps у меня уже 15 лет назад был вот такой вот гарминовский gps как ни странно он до сих пор еще работает у похода перевала дятова мы пойдем вот с такими двумя аппаратами это оба гарминовский gps с цветными картами позволяющие показывать как растровые так и векторные карты отличие базовое у них в том что один из них с сенсорным экраном а второй из них классический кнопочный но про gps потом как я сказал самыми главными инструментами является компас карта и ваша голова так что gps это всего лишь ваши помощники которые вам помогут самую трудную минуту из чего же стоит подготовка похода в плане навигации руководитель похода должен проработать базовую версию маршрута рассказать ее человека который будет заниматься ориентирование в походе зачастую правда это тот же самый руководитель этим и будет заниматься после этого необходимо найти карты по вашему маршруту наиболее хорошие до сих пор одними из самых лучших карт являются генштабовские карты масштабом километр а лучше всего 500 метров с двумя с двух километровками ходить тоже можно но уже достаточно сложно особенно в каких-то сложных горных районов про поиск карты не буду сейчас рассказывать вопрос достаточно объемный но нашли вы карты загрузили их на компьютер теперь необходимо обязательно проработать мал весь ваш маршрут вы берете ваши заданные руководителем базовые какие-то точки времена прохождения и просматриваете какие есть на карте в этом месте дороги реки какие есть препятствия возможные какие там уклоны леса места для ночевки какие-то может быть опасные места очень важным элементом является проработка аварийных вариантов в случае если произошло какое-то чп то чтобы можно было побыстрее сойти с маршрута варианты сокращения маршрута на случай непогоды либо каких-то неполадок это также является очень важным элементом необходимо делать это еще дома за компьютером внимательно просматривая карту современные технологии позволяют посмотреть не только карты но и космоснимки вариантов основных два это либо гугловские космоснимки либо яндексовские не вся территория россии хорошо покрыта качественными космоснимками google некоторых районах например тот же самый перевал дятова хорошо сфотографирован только яндексом поэтому для нашего похода я использую яндексовские космоснимки чтобы уточнить появившиеся может быть новые просеки новые дороги опять же я все эти информации всю пытаюсь наложить на карту посмотреть были ли эти дороги или это новые если новые то наверняка это что-то хорошее хорошо проходимое может быть даже проезжаемой на машине дополнительно обязательно надо посмотреть в интернете отчеты описания других групп зачастую сейчас выкладывают уже и gps треки их опять же можно посмотреть как они ложатся на ваш маршрут где люди проходили где проезжали машины это дает очень много дополнительной информации в том числе и для вариантов аварийного схода с маршрута что я делаю следующим шагом я расставляю по маршруту и какие-то ключевые точки ключевыми точками для меня являются всякие пересечения дорог слияние ручьев перевалы вершины гор обязательно поселки и возможны предполагаемые места ночевок засушливых местах это обязательно места ручьев какие-то родники водоемы где можно сделать хорошую стоянку также из информации из других походов можно брать эти места где стояли люди прочитать информацию что там с дровами что там с местом удобно ли неудобно мокро сухо обязательно надо проставить на маршруте ваши ключевые точки через которые вы пробудете проходить особенно самые сложные наиболее опасные перевалы вершины какие-то места где известно что только в этом месте можно перебродить речку обязательно проставьте эти точки также на карте прямо еще на компьютере например вот наш один старый поход здесь обозначена точка заброски стоянка первого дня место поляна где тоже можно остановиться место где начинается крутой серпантин в гору после того как вы расставили все точки на карте вы можете распечатать карту и заливать эти данные gps сейчас при наличии цветных принтеров карта печатается уже в цвете вот например наша карта с байкала отпечатана в цвете правда уже отпечатана не в масштабе при помощи компаса ориентироваться не очень легко но в принципе ориентирование на байкале у нас было очень простой карта была в основном для обзора обязательно карту необходимо защитить от воздействия внешней неблагоприятной среды самыми благоприятным для карт является влажность я раньше делал как я просто заклеиваю карту все поверхность карты скотчем если карта небольшая то это хороший выход вместо скотча я теперь использую герметичные папки которые можно сложить карты нужной стороной вверх в начале каждого дня надо карту обязательно разложить так чтобы ее можно было удобно посмотреть через прозрачный свой именно сегодняшний маршрут следующим шагом обязательно является заливка карт и точек в gps современные gps и позволяют заливать как растровые так и векторные карты в том числе генштабовскую карту можно залить современные gps и без проблем все точки туда также можно залить и карту можно теперь видеть прямо на экране своего gps а это конечно безумно удобная вещь но в принципе это не это не является таким вот необходимым прям прям жизненно необходимым по ходе я уверен что я до сих пор смогу надежно сходить и со старым добрым гитрексом на котором никаких карт не было который умел только определять свои координаты и расстояние до каких-то точек которые вы задали но безусловно наличие карты в gps и наличие большого сенсорного экрана очень удобно но конечно же есть и свои недостатки gps с большими экранами потребляют чуть больше электричества и если вот этот старый gps это комплект аккумуляторов работал больше 20 часов то современный gps работает только около 16 часов опять же сенсорным экраном не очень удобно пользоваться если вы в зимнем походе в варежках в толстых перчатках он не реагирует на касание через толстые перчатки нормально работает если тонкий тонких перчатках у фирмы garmin есть альтернативный вариант это вот такой вот хардкорный прибор в которого нет сенсорного экрана у которого тоже на экране рисуется цветная карта экранчик чуть меньшего размера то есть он потребляет меньше электричества видите у него есть выносная антенна с такой антенны конечно сигнал он принимает лучше например вот старый старый gps в мокром лесу практически не работал чтобы он поймал спутники его необходимо было положить на одно место подождать несколько минут и только тогда он мог засечь ваши координаты с таким gps никаких проблем нет он принимает отличные спутники как в мокром густом лесу так и достаточно узких каньонах также у него есть приемник не только gps но и глонасса что увеличивает шанс что вы хорошо сориентируетесь на местности в самых сложных условиях так что для каких-то сложных зимних походов я уверен что gps с кнопками вот такого вида будет намного более удобен gps и так очень надежные приборы но дополнительно можно использовать вот такой вот чехол он такой немножко мягкий толстенький чтобы окончательно защитить его от всяких ударов о камне сам аппарат имеет класс защиты ipx 7 что означает что его можно смело погружать в воду и ничего с не произойдет поэтому никакой ливи никакой мокрый снег никакие вот такие вот бросания в снег в сугроб для него совершенно не страшно можно уронить его в речку достать его обратно и вот в даже вот такой вот заснеженный вот так это протереть и будет он весь работать даже сюда попадет снег то ничего страшного с ним не случится просто достаточно этого вытряхнуть и все отлично все будет работать можно совершенно не Так вот, залили мы карты в GPS, необходимо после этого обязательно проверить, хорошо ли залились карты, работает GPS с ними, потому что растровые карты такие генштабовские, особенно если территория похода большая, то карты занимают много места и не все версии GPS, особенно какие-то более старые, могут хорошо с ними работать. В некоторых случаях карты приходится дробить на более маленькие кусочки, чтобы GPS с ними хорошо работал. Современные GPS нормально переваривают больших размеров карты, я проверял, но обязательно проверяйте в своих случаях, потому что если вы приедете на место, включите GPS и не увидите на нем карты, то исправить ситуацию уже будет невозможно. Вам придется пользоваться только бумажными картами. Для того, чтобы проверить, работает ли GPS с вашими новыми залитыми картами, надо его взять, сделать зумаут, переместить курсор в место, где планируется ваш поход, куда вы залили карты, и приблизиться там и посмотреть, рисует ли он треки, которые вы туда залили, точки, рисует ли он карту, все ли нормально работает, быстро ли он отрисовывает карту, и все ли места хорошо загрузились. Если все в порядке, то можно выключать GPS, складывать его в рюкзак и идти в поход. Следующий вещь, который я хочу обязательно сказать, это то, что все навигационное оборудование обязательно должно быть продублировано. На команду необходимо иметь два компаса, два комплекта карт и желательно иметь минимум два GPS. Все это обязательно должно быть разложено по разным рюкзакам и ехать с разными участниками похода. Обычно один комплект всего этого снаряжения находится у руководителя, а второй комплект находится у самого опытного ориентировщика похода. Этим самым вы обеспечиваете дублирование снаряжения, и если у вас потеряется один рюкзак, в случае, например, потери в самолете или проваливания под лед, то у вас всегда будет с собой второй комплект. Также возможно разделение группы, что не приветствуется в походах, но бывает, что необходимо. И тогда хорошо, чтобы у одной половины группы остался один комплект для ориентирования, а у второй половины второй комплект, что обеспечивает хорошую надежность и безопасность прохождения вашего похода. Еще один очень популярный вопрос – это можно ли использовать в качестве GPS-а телефон? Ведь в телефоне же есть огромное количество приложений, в него можно залить все эти карты. Точно такой же есть большой у него экран, даже еще больше, чем у GPS-а. Он сенсорный, яркий, красивый, все удобно. Почему бы с ним не пойти в поход? Что я хочу на это ответить? Конечно же, телефон использовать для ориентирования можно. Например, вот здесь вот в Подмосковье, в лесу, если я слышу где-то шум машин, то в принципе без проблем я могу ориентироваться при помощи телефона. И в крайнем случае я всегда найду дорогу, я выйду, я спасусь. Но совершенно другая ситуация в серьезных походах. GPS чаще всего бывает действительно критически нужен в очень сложных критических ситуациях. А что же это за ситуации? Чаще всего это мороз, холод, сопровождающийся с дождем, с каким-нибудь туманом, штормом, мокрым снегом. И поверьте, в такой ситуации телефон умрет раньше, чем вы. И чтобы вам GPS смог помочь, он должен выживать в самых таких серьезных условиях. К сожалению, телефоны в таких условиях чаще всего замерзают, намокают и перестают работать тогда, когда они больше всего нужны. В этом случае GPS намного более надежный инструмент. Не забывайте только держать его все время с собой. Желательно даже не в рюкзаке, а с собой прям в куртке, чтобы в случае потери рюкзака GPS был у вас. И обязательно имейте с собой комплект запасных аккумуляторов. Вот только тогда вы можете быть уверенным, что в самой сложной ситуации GPS вам поможет. По-нормальному же в походе ориентироваться можно без GPS. Достаточно иметь карту, компас, и в походе передвижения происходит достаточно медленно, рельеф меняется медленно. И ориентироваться можно где-то раз в час, взглянуть на карту, посмотреть, куда же мы идем дальше и идти. GPS удобен для того, чтобы записывать треки, чтобы не вести журнал похода, а чтобы прям потом прийти домой, трек выложить в интернет, в фейсбук, похвастаться друзьям, где вы были. Для этого он отлично подходит. Для большинства других же случаев достаточно и карты с компасом. И самое важное, что вам еще нужно, это умение всем этим пользоваться. Необходимо эти навыки тренировать. Одним из лучших способов тренировки является участие в соревнованиях. Для меня лучшей тренировкой является участие в московском маш-броске. Это соревнование такого туристического вида, примерно двухдневное, с ночевкой. Вы заодно можете протестировать ваше снаряжение, а также проверить ваши ориентировщицкие способности. Если вы проходите марш-бросок совершенно надежно, нигде ни разу не теряясь, не заблуждаясь, то, скорее всего, вы неплохой ориентировщик и в походе у вас каких-то серьезных сложностей не будет. Есть также соревнования по спортивному ориентированию. Это, например, Мосмеридиан. Это короткие соревнования, где-то продолжительностью не более часа, по московским паркам. Можно отлично побегать. Туда можно пригласить, например, свою подругу. Пусть, наконец-то, она побегает за вами, а не вы за ней. Надеюсь, я достаточно полно рассказал про снаряжение, которое мы используем в туристическом походе. Если остались какие-то вопросы или есть возражения, а может быть, какие-то дополнения, пишите, пожалуйста, в комментариях. С удовольствием отвечу, с удовольствием пообщаюсь. Всем удачи, всем безопасных, приятных походов. До встречи в следующих видео. Смотрите на моем канале, на канале Дениса, видео о подготовке к походу на перевал Дятового. А также вскоре будут и сами видео из самого похода. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok